Лидеры стран Европейского Союза собрались в Брюсселе на внеочередное заседание Европейского Союза. Должны обсудить дальнейшую помощь Украине, ситуации на Ближнем Востоке, повышение конкурентоспособности экономики и взаимоотношения с Турцией. Кроме того, по инициативе премьер-министра Бельгии планируется обсудить очередной шпионский скандал, связанный с Россией. Более подробно о повестке дня саммита Евросоюза расскажет наш специальный корреспондент Виталий Сизо. Виталий, приветствуем. Готовы услышать все детальнее. Пожалуйста, слушаем. Да, действительно, шпионский скандал станет одной из основных тем. Это последняя встреча лидеров Европейского Союза перед выборами, европейскими выборами в Европейский парламент. И премьер Бельгии, он озабочен тем, что Россия может попытаться провести своих агентов влияния, и он хочет поднять эту тему и обсудить. Ну, естественно, главная, центральная тема обсуждения – это усиление противовоздушной обороны Украины. Это сейчас как никогда актуально на фоне непрекращающихся ударов России и большому урону, который понес энергетический сектор Украины. Президент Украины Владимир Зеленский, он будет открывать эту встречу по видеосвязи, и накануне он неоднократно обращался к мировым лидерам с призывом защитить украинское небо. Особенно после того, как ряд стран, европейских стран и стран-членов НАТО, участвовали в отражении воздушной атаки на Израиль. Накануне встречи европейских лидеров глава европейской дипломатии Жизеп Боррель провел встречу с министрами иностранных дел и обсудил с ними в том числе и этот призыв украинского лидера. Если бы я был на месте Зеленского, я бы, конечно, хотел подчеркнуть, что Украину тоже бомбят. Несколько дней назад Россия разрушила важнейшую электростанцию, снабжающую Киев электроэнергией. И Украина не смогла это предотвратить, потому что у них не было боеприпасов. Я говорю не об артиллерийских боеприпасах для наземных наступлений, а об авиационных. Поэтому все министры стремятся увеличить возможности противовоздушной обороны Украины. И в понедельник, когда министры обороны встретятся, я надеюсь, что у нас будет очень конкретные обязательства в этом направлении. Глава европейской дипломатии также рассказал, что еврочиновники готовят санкции против Ирана, в том числе из-за поставок дронов в Россию. И он добавил, что участие ряда европейских стран и стран НАТО в отражении атак на Израиль было обусловлено тем, что у этих стран есть военное присутствие в регионе. А также Израиль долго разрабатывал свою систему ПВО, и Европейский Союз пока не в состоянии повторить то же самое в Украине, даже при наличии финансирования. Накануне встречи, выступая на Европейском саммите по безопасности и обороне, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйн тоже призывала увеличить производство военной амуниции и обеспечить стабильную помощь Украине. Цена отсутствия безопасности, цена победы России намного превышает любую экономию, которую мы могли бы достичь сейчас. Цена столкновения с многочисленными угрозами и конфликтами без должной подготовки намного выше, чем мы можем себе позволить. Вот почему Европе пора активизировать усилия по обороне и безопасности. Это не единственная встреча в формате лидеров. До ее старта три лидера трех европейских стран, это Чехия, Нидерландов и Дании провели встречу в штаб-квартире НАТО и рассказали, что они готовы совместно работать для усиления противовоздушной обороны Украины. Возможно, это будет инициатива по типу чешской. Напоминаю, что Чехия выступила инициатором закупки снарядов не в Европе. Она собирала для этого взносы с других европейских стран. И, возможно, такой же подход будет применен и к Украине. И, естественно, все это будет обсуждаться и сейчас на встрече за закрытыми дверями. Но сейчас, естественно, все ждут выступления Владимира Зеленского, его послания. То, что он скажет, это традиционно уже. Такие встречи открывают украинские лидеры. И будем надеяться, что результаты встречи будут позитивными для Украины. И будет найдено такое решение, возможно, как и в случае с закупкой артиллерийской амуниции. Спасибо, Виталий. Напомню, с нами на связи из Брюсселя был специальный корреспондент телеканала Freedom в Европе Виталий Сизов.